Чем ближе новогодние праздники, тем чаще жители Тверской области стали задумываться о том, какие блюда ставить на праздничный стол. От этого выбора зависит многое. И финансовые расходы, и время на приготовление, и, конечно же, состояние организма после застолия. Наш телеканал проконсультировался с диетологом, какие салаты достойны новогоднего меню, а также поинтересовался у граждан, какие салаты они планируют приготовить, и взял пару рецептов. Совпадают ли мнения врачей и граждан? Расскажем прямо сейчас. Оливье, селедка под шубой и крабовой, своего рода салатный костяк, которому хозяйки каждый год добавлять что-нибудь из разряда экзотического или новенького. Мы вышли на улицу Тверей и поинтересовались у граждан, что планируют они ставить на новогодний стол. Как выяснилось, большинство опрошенных подтвердило наличие в семейном меню холодца, оливье и мандаринов. Созрели идеи для того самого оригинального нового блюда. На удивление, это легкие овощные салаты, рецептами которых граждане поделились и с нами. Салат, наверное, в этом году грузинский. Пристрастились к траве. Рукола, можно добавить листья просто обычного салата, можно руколу, либо просто покупаем смесь салатов. Потом добавляется туда моцарелла и грецкие орехи. Салат новый, зелененький. Айсберг, знаете, что это такое, да? Значит, перец. Ну, помидорчик, огурчик мелко порезать и полить оливковым маслом. Готовит жена, у нее очень богатое меню, поэтому, не знаю, еды всегда много. В основном оливье, мясо по-французски. Тот самый традиционный салат оливье, прижившийся на российских столах, прямой удар по пищеварительной системе, считают врачи. Впрочем, как и сельц под шубой, овощи с высоким содержанием крахмала, например, картофели и свеклы. Ко всему прочему, калорийность этих блюд зашкаливает, потому прибавка в весе гарантирована. Если не хочется отказываться от любимого салата, то можно отредактировать рецепт. Можно же придумать определенную альтернативу, да? Можно использовать более такой вот изысканный рецепт. Например, вместо колбасы использовать говяжий язык, либо мясо, либо курицу. Вместо майонеза покупного использовать домашний майонез. То есть, таким образом, мы можем немножко вот вред от этого такого высококалорийного салата чуть-чуть снизить. Сами по себе вареные овощи и сельц по отдельности и в меру проблем не создадут. Но когда они вместе в одной тарелке, да еще щедро заправлены покупным майонезом, то назойливым спутником новогоднего настроения будут дискомфорт, тяжесть в животе или даже расстройство желудка. Если заправлять салат домашним майонезом, то ни один диетолог не скажет вам ни слова. А если мы говорим все-таки о покупном майонезе, то это транжиры, которые усиливают воспаление в организме, которые приводят к образованию холестериновых бляшек и так далее, это крахмал, это консерванты, красители. Найти рецепт домашнего майонеза на просторах всемирной паутины не составит труда, точно так же, как и воплотить его в жизнь. Шеф-повар одного из тверских ресторанов рассказывает, что сейчас редко какие блюда в принципе заправляются этим соусом. Вариаций сейчас много. Если кто придерживается здоровой пищи, то это не сладкий классический греческий йогурт с добавлением пряностей, специи. Это будет хорошая альтернатива майонезу. Сметана, если вариация, это овощные блюда. Не стоит забывать, напоминают диетологи, что майонез накидывает в блюда дополнительные калории и, соответственно, в фигуре лишние килограммы. Ко всему прочему, срок годности заправленного продукта всего несколько часов. И в принципе, предупреждают врачи, доедать новогодние салаты в течение всех новогодних каникул попросту опасно для пищеварения. Чтобы не оказаться в инфекционной палате, лучше приготовить свежий. Этот процесс гораздо быстрее, чем процесс лечения. Еще диетологи советуют не переедать и, ко всему прочему, активно отдыхать на воздухе. Пешие прогулки после застолья – отличный вариант взбодрить организм. Главный девиз новогодней ночи – всего должно быть в меру, чтобы послевкусие после новогодних праздников не было горьким.